Водительское удостоверение, пожалуйста, и следствие на регистрацию Скорость выключите, пожалуйста, и машину заглушите, пожалуйста, будьте добры, водительское удостоверение Я понимаю, что у вас нормально, все хорошо Давай-давай-давай-давай-давай, езжай, 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 оставляй вот здесь Дорогие друзья, у меня к вам огромная просьба досмотреть этот сюжет до конца Это очень важно Я обращаюсь к каждому из вас, кто посмотрит этот сюжет Не забудь в конце видео подписаться на нас, если ты не подписан Поставить палец вверх, написать комментарий Желательно, чтобы он состоял не из одного предложения, а нескольких Чем больше ты напишешь комментариев, тем лучше будет продвигать YouTube наше видео Знакомьтесь Его зовут Владимир Алехин, он бывший сотрудник ДПС А теперь подробнее о ситуации, которая сложилась недавно Здорово, старт Водительское удостоверение, будьте добры На всякий случай Смотрите продолжение в следующей серии. 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 После остановки водитель Ауди вышел из автомобиля и направился в сторону патрульного автомобиля. Когда он прошел мимо меня и сотрудника, мы почувствовали резкий запах алкоголя от водителя. Через несколько секунд водитель развернулся, не дойдя до патрульного автомобиля, и пошел обратно в свой автомобиль. Сев в него, сотрудник полиции попросил документы, предусмотренные ПДД. Водитель странно себя ввел, задавая вопросы о том, с кем сотрудник работает. Видимо, имею в виду, с какой службой – собственной безопасности, либо КПО. По всем действиям водителя было понятно, что он может скрыться. Сотрудник ДПС потребовал поставить автомобиль в режим паркинга и предоставить водительское удостоверение. Данное требование водитель с признаками опьянения проигнорировал и скрылся в неизвестном направлении. Фактически, водитель не выполнил закон о требовании сотрудника полиции и скрылся. Данное деяние образует состав административного правонарушения, части 1 статьи 19 РКО АПРФ, за которое предусмотрена ответственность в виде штрафа или административного ареста. Ввиду опасности деяния данного водителя, прошу ходатайствовать перед судом о максимально возможном наказании для водителя, имеющего признаки опьянения. Также он подверг опасности сотрудника ДПС, так как мог зацепить своим автомобилем сотрудника в момент скрытия. На следующий день мне стала известна личность данного водителя. Его зовут Алехин Владимир. Он бывший сотрудник полиции. Ранее он служил в КПО, также был командиром центрального взвода города Воронеж при Дегтяреве, еще предыдущем комбате. Так как таких автомобилей Audi Q8 в нашем городе очень мало и известна личность водителя, труда не составит его найти и привлечь к ответственности. Прошу привлечь Алехина Владимира к ответственности по факту неподчинения законному требованию сотрудника полиции по части 1 статьи 19 РКО АПРФ и провести с ним воспитательную беседу о недопущении управления транспортным средством в состоянии опьянения. И пусть Алехин доведет до сведения своим товарищам о недопустимости такого управления. Пьяный за рулем убийца. С нами был остановлен автомобиль, который стоит сзади, Audi Q8, черным цветом, без ГОСТ номеров. Ты что? Я тебя сейчас с партнер схвачу, под машину заточу, понял? Это ты у нее сочешься. Того если нормально общается, не воспринимает до слабости, понял? На месте волкотектора будете продувать Юпитер? Нет, я могу ненормально. Вы отказываетесь, да? Я отказываюсь. Я тебе сказал, отбали. Нормально с вами разговаривали, пидорасы, блядь. Заткнись нахуй. Заткнись сам нахуй, блядь. Я тебя ебалую, забью. Ебалую, ты тебя разобьешь, понял? О! Что, получили пиздолей твои ребятки? Получили? Что, кинули, да? Да нихуя себе, ну тут так кинулись, твари, блядь, ебаные. Скоро на нашем канале выйдет полный сюжет, так что ждите. Если кто не подписан, подписывайтесь. Ну и вместе мы сила. Продолжение следует. Ну и вместе мы с вами разговариваем. Продолжение следует...